Всем привет! Вы смотрите SideX TV. Ну вот мы и добрались, наконец, до мини-версии планшета от Apple. И обзор этот делаем еще и для того, чтобы сравнить iPad mini с конкурентами. Да и сам по себе планшет более чем достоин внимания. Ведь это не что иное, как карманная версия большого iPad, который куда удобнее носить с собой. Так ли это на самом деле? Сейчас и проверим. iPad mini, конечно, появился чуть позже конкурентов от Google и Amazon. Но с присущим Apple упорством в создании оригинальных продуктов, он стал знаковым устройством в линейке. Младшего брата iPad яблочная компания позиционирует как вполне себе полноценный планшет, только чуть меньшего размера. И на самом деле Apple все практически удалось, учитывая, что это первый продукт в линейке. Можно даже оправдать более высокую цену, несмотря на некоторые ограничения, привычные для Apple. Рассказываем почему. Упаковка ничем не примечательна, но в то же время замечательно проста, и задачу идентификации, находящейся внутри версии, полностью выполняет. А внутри вот что. Сам планшет в одном из двух цветовых вариантов. Сетевое зарядное устройство с USB-портом. USB-кабель с новым коннектором Lightning. Айс-крепка в версии с сим-слотом. Краткая инструкция, информация о гарантии и неизменные наклейки. Наушников в комплекте нет, что в принципе для планшета вполне логично. Когда iPad mini только вышел, в сети почему-то было распространено мнение, что это планшет для девушек или детей. Мне он, конечно, нравится больше, чем 9-дюймовая версия. Но это еще не значит, что mini нельзя использовать так же полноценно, как и большой iPad. Дизайн существенно изменился. И, по сути, это абсолютно новое устройство, сохранившее лучшие черты iPad и давшее новые возможности не только благодаря размеру. Действительно, iPad mini совсем другой гаджет. Его дизайн продолжает традиции, заложенные еще в новом iPod Touch, что, скорее всего, будет продолжено и в следующих версиях большого iPad. Первое отличие — это толщина. Точнее, ее почти полное отсутствие. Второе — более плоская задняя крышка и измененный формат закруглений и углов. А также та самая злополучная окантовка, ставшая предметом споров в случаях с iPhone 5. С iPad mini беспокоиться о слезающей краске не придется. После нескольких недель использования гаджет у нас сохранил первозданный вид. Традиции учтены — алюминиевая задняя крышка и полностью закрытая стеклом с олеофобным покрытием лицевая сторона. Кроме почти 8-дюймового экрана, спереди расположена механическая кнопка Home, а также фронтальная камера 1,2 Мп и сенсор освещенности рядом. Кнопка Home, естественно, меньшего размера и отличается чуть более легким нажатием, чем у iPad. На боковой стороне — рычажок блокировки автоповорота или выключения звука, кнопки регулировки громкости и слот для наносим-карты. Открывается он, как и прежде, при помощи iS-крепки. Верхняя грань содержит 3,5-мм аудиовыход, микрофон и кнопку включения разблокировки. А снизу — стереодинамики и новый компактный порт Lightning, к которому коннектор подключается любой стороной. На обороте, кроме стандартного логотипа, теперь 5-мегапиксельная камера. Также можно увидеть и заглушку модуля сотовой связи в версиях 3G. В Wi-Fi-версиях ее, соответственно, нет. Гаджет действительно тонкий и легкий. Держать его одной рукой продолжительное время даже для меня не составляет труда. При этом размер экрана не так уж и мал, как может показаться сначала. А специально оптимизированный софт позволяет держать iPad mini в руках, не боясь случайных нажатий, несмотря на узкую рамку вокруг экрана. Подробности далее. Многие упрекают Apple в использовании старых процессоров в iPad mini. Но они, во-первых, не совсем старые, а во-вторых, так достигается относительно низкая цена. Ведь именно это было главным принципом при создании 7-дюймовых планшетов от Google и Amazon. А известная всем меньшая требовательность iOS к уровню начинки позволила Apple создать вполне современный по производительности гаджет. Да, iPad mini по производительности, конечно, отстает от ретина версий. Поскольку процессор здесь тот же, что и в iPad 2. Это А5 двухъядерный Apple А5 с частотой 1000 МГц. Хотя уже по более миниатюрной технологии, в отличие от первых версий iPad 2. Правда, в Geekbench процессор определяется как ARM версии 7. Память осталась прежней 512 МБ, а встроенной от 16 до 64 ГБ. В тестах производительности мини ожидаемо показывает результаты почти идентичные iPad 2. Но его медлительным назвать вряд ли можно. Все открывается быстро и плавно, особенно на версиях iOS до 6. Притормаживания, как и на Nexus 7, встречаются, но редко. Пользоваться устройством вполне комфортно. Слота под карты памяти, естественно, нет. Зато есть Wi-Fi стандарт N, Bluetooth 4-й версии и модуль 3G в целлулар-версиях. Последнее, куда более оправданного iPad mini, поскольку устройство и создано Apple с целью дать возможность всегда носить его с собой. И не использовать для этого специальную сумку или рюкзак, как для большого iPad. IPS-экран мини-версии, можно сказать, скопировали с iPad 2, уменьшив до 7,9 дюйма. При этом соотношение сторон с разрешением 1024 на 768 не широкоэкранное, как у большинства соперников, что дает преимущество при веб-серфинге и других задачах. А во время просмотра фильмов размеры окна видео ненамного отличаются от таковых на 7-дюймовых Android-планшетах. К тому же, меньший экран более энергоэффективен. Коннектор нового формата Lightning подключать можно любой стороной. Скорость работы аналогична USB 2.0. Устройство оснащено задней камерой в 5 Мп, снимающей идентично iPod Touch 5-го поколения, на довольно неплохом уровне как фото, так и видео в HD. Фронтальная камера предназначена для видеозвонков 720p и тоже весьма неплоха. Со звуком у iPad mini также все в порядке. Внешние стереодинамики даже чуть превосходят монодинамик iPad 2, а аудиочип Cirrus Logic не самой бюджетной линейки позволяет получить хороший звук в наушниках. О новой версии iOS рассказывать особо не будем. Все работает примерно так же, как на больших версиях iPad. За исключением оптимизации отображения некоторых приложений на меньшем экране и защите от случайных нажатий по краю дисплея. С iPad mini по нашему опыту удобнее пользоваться приложениями для прослушивания музыки, социальными сервисами и другими, которые требуют держать устройство в одной руке. Все остальное, включая вебсерфинг, просмотр фильмов и игры, мало чем отличается от использования на большом iPad. При этом мини-гаджет в руках держать удобнее и приятнее, носить с собой проще, а продолжительность работы от одной зарядки ничем не уступает старшим версиям. По нашему мнению, Apple удалось в очередной раз создать устройства, не оставшиеся незамеченными не только фанатами, но и противниками компании. iPad mini отлично влился в линейку продуктов, заняв в нем место мобильного и очень функционального устройства. Многие обладатели больших версий iPad покупают устройства в качестве второго, для использования вне дома, а некоторые вовсе переходят полностью на мини. И это хорошо, ведь мини экономит электричество. Проверено в Sidex. До встречи в наших обзорах. И не забывайте, что этот и другие гаджеты всегда можно купить на sidex.ru. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok